Ребята, привет! Ребята, решила выйти здесь в эфир. Не знаю, может быть, коротенький какой-нибудь получится. Меня в очередной раз везде закрыли. И на ютубе тоже не получается выйти ни на ютубе, ни в ВК, нигде. Вот, поэтому здесь, здесь введу эфир. Пока я вижу, что вообще никого нет, никто не присоединился, потому что никто не знает. Но попробуем сейчас. Попробуем сейчас, наверное, раскидать приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет! Сейчас посмотрим, насколько присоединятся. Давайте минутки две. Всем привет, ребят! Еще раз скажу, что-то меня опять везде забанили. Хорошо слышно, прикольно. Вот, мы ни на ютубе не можем вывести меня нигде. Опять я чем-то не угодила. Но ничего удивительного. Да, может быть, может быть, плохо. Я бы, знаете, ребят, о чем бы с вами, наверное, бы хотелось сегодня поговорить. О том, как мы себе придумываем, придумываем ситуации, придумываем самих себя, придумываем какие-то сложности либо радости, которых вообще в принципе не существует. И все, наверное, прекрасно знаете, что в Сочи, в Сочи и в ближайших районах была ситуация, когда практически все смыло, все, что было около берега, да? И такая нелепость, с одной стороны, да, с другой стороны, все естественно. И я живу около моря. У меня прям я, вот передо мной еще один дом, и такой у нас обрыв. Вот, и сразу же здесь вот море. И самое, что интересно, в тот день, когда все вот это вот произошло, вот этот вот большой коллапс, в Сочи, в Крыму, в Лоу, ну, вот на побережье. Самое, что интересно, что внизу у нас здесь вот на нашем пляже есть домик рыбаков. И в этом домике рыбаков мы оставляли сад, матрасы, зонтики. Моряки, когда выходили там, например, ловили рыбу, там еще что-то, они в первую очередь, конечно же, местным предлагали. И, естественно, моряки, они здесь тоже местные, которые здесь работали. Вот, и самое, что интересное, что вечером мне соседка скидывает видео, как они стояли, снимали, ну, другого ничего не оставалось, как смывало этот домик рыбаков. Причем он, не сказать, что он маленький, да, то есть это не какая-то там хибарка. Это действительно строили, они строили на железных штуковинах таких, чтобы их не смыло. И смыло это буквально за 4 минуты, 4 минуты. Смыло дом, смыло лодку. Причем дом не просто смыло, его разобрало вообще в момент. Буквально 4 минуты это видео. И сказать, что это не в моей реальности, в моей. Я же об этом знаю. Я знаю этот домик, я знаю этих рыбаков, я знаю эту лодку. В моей реальности. Но в какой плотности? Если я изначально понимала, что в моей плотности есть моя реальность, а теперь я понимаю, что в моей реальности есть несколько плотностей. И в своей плотности, в одной из плотностей в своей реальности, я точно так же пошла на тренировку, мы пошли с сыном на гитару, мы встречались с друзьями, обговаривали какие-то дела. То есть у нас все шло своим чередом, ничего не меняя, просто дождь. И буквально в нескольких метрах от меня, в моей же реальности, происходили другие вещи. Когда смывала дома, когда смывала людей, когда смывала их бизнес, который они вложили, ну, много своих усилий, так скажем, да, не будем это оценивать во что-либо. И насколько это все имеет значение? И когда сейчас мне кто-нибудь скажет, а ты творишь свою реальность? Что ты делаешь для своей реальности? Ты ничего для нее не можешь сделать. Ты не творишь свою реальность. Ты не собираешь свою реальность. Ты находишься только в той плотности, которую ты готов вывести на данный момент. Ты находишься в той плотности, которую готова вывести твое физическое тело на данный момент. И это не про тяжесть, это не про радость, это про сборку, насколько ты собрался в своей реальности, чтобы быть в той либо в иной плотности. И когда сейчас кто-то говорит, что ведь все просто происходит, и все это просто твое отношение к данной ситуации. Но твое отношение к данной ситуации, оно происходит тоже через сборку плотности самого себя, плотности тебя. И на каком-то этапе ты понимаешь, что к этой ситуации ты бы отнесся вот так. А в другой ситуации ты понимаешь, что вот отнесся бы вот так. И может быть абсолютно одинаковая ситуация для тебя, для твоей плотности, но разная ситуация для твоего мира, для твоей реальности. И в какой реальности находишься ты в своей плотности, от этого будет зависеть, как ты это будешь воспринимать. Давайте я сейчас объясню это на достаточно жестком примере, на жестком, чтобы это было понятно. Смотрите, самая жесткая для нас ситуация, которая бывает, это потеря наших близких, потеря наших родных и тем более наших детей. И если ты теряешь своего ребенка от болезни, какая-то сбила машина, еще что-то, то ты себя будешь чувствовать, как будто весь мир против тебя. Ну за что мне это? Ну почему я? Ну почему мой ребенок? И вот эта боль от потери твоего самого родного, она будет еще накрываться, как одеялом, болью всего мира. Ты будешь как будто бы, тебя будет этот мир давить. И ты будешь внутри этого одеяла, внутри этой скорби. И есть другая реальность, то есть та же реальность, только другая плотность тебя. Когда, например, ты теряешь так же своего близкого, но в каком-то процессе, в каком-то коллапсе. Например, там что-то смыло, да, там смыл детский лагерь. И тогда ты будешь чувствовать другую боль. Тогда ты будешь чувствовать боль за своего ребенка, но не закрываясь в плотности одеяла, а вылезая из плотности одеяла, помогая, успокаивая любого другого через свою боль. Реальность одна и та же потери, но плотность самого себя абсолютно разная. И восприятие одного и того же действия в одно и то же время, она абсолютно разная. И когда мы говорим, что то, что с тобой происходит, это всего лишь то, как ты к этому относишься, это всего лишь восприятие тебя к этой ситуации, это, наверное, не совсем так. Ты воспринимаешь данную ситуацию только через плотность самого себя. Насколько ты собран вот в этой плотности по отношению к реальности. То есть в одной реальности несколько плотностей. Хоть как там, шарами их обзовите, там, полосочками, неважно. И вот реальность, она одна, а плотности разные. И то, насколько вы готовы быть в какой-либо плотности, у вас будет восприятие реальности разное по отношению к своей плотности. Не по отношению сборки ума, не по отношению сборки философии философской, а по отношению того, насколько вот этот вот объем плотностей вы готовы выдержать своим телом в этой реальности. Ребят, насколько понятно я объяснила? Я стараюсь эти темы вообще не затрагивать в прямых эфирах, потому что... Понятно. Можно еще пример? Можно еще пример? Вот смотрите, у меня... Сегодня была консультация с девочкой. и у нее такая ситуация... У нее такая ситуация, она четвертый раз замужем, и все мужья у нее были такими тиранами. И как общепринято это у нас... Вводится вот это, да? То есть, где начинают, как правило, копать? Начинают, как правило, копать в детстве, что папа был тираном. Это она говорит, я вот это прорабатывала много лет, что папа был тираном, именно поэтому я себе ищу таких мужчин. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-бла-бла-бла. Вы знаете, что я этого не люблю. Я понимаю, что детство имеет значительную роль, но когда мы начинаем там ковыряться, мы не замечаем, что происходит здесь. Мы от себя уходим. Мы как будто себя переносим в другую плотность, в другую плотность самого себя, оставляя здесь себя непроработанными. То есть, что получалось все это время? Это прям вообще другой пример, и, может быть, с этой стороны вам будет понятно. Смотрите, реальность остается единая. Реальность остается то, что у нее в детстве был папа тиран. Реальность остается то, что ее четвертый муж тиран. Но в той плотности, в которой она сейчас находится, в состоянии страдания, она в этой плотности себя прорабатывать и уплотнять не хочет, не знает, не может, хоть что назовите. Но эта плотность, она ее постоянно вытягивает, как бы сдавливает. Сдавливает, выбрасывая назад. То есть, когда мы не можем проработать себя здесь и сейчас, нас выбрасывает в другую плотность. Как правило, в прошлое. Раз и выдавила, в прошлое. В прошлое, в детстве. Что в детстве был папа тиран. И большинство психологов вот с этим прошлым работают. Но она сама остается здесь, в этой плотности сдавленная. То есть, она понимает, что она осознает, понимает любое слово. Что она вот в этой плотности, но она вот настолько уже вот здесь вот все, она в этой плотности, что она повернуться, развернуться не может. И ее, ее как бы жизнь, которую она думает, что жизнь, находится в той плотности, в плотности детства. А чтобы здесь себя начать пробовать, кто я есть, чтобы в этой плотности ей развернуться и начать жить, чтобы укреплять ту плотность жизни, в которой она сейчас находится, ей нужно прорабатывать ее реальность в этой плотности. То есть, что такое прорабатывать ее реальность в этой плотности? А что сейчас она чувствует? И что сейчас происходит с ней в этой плотности? Не выбрасывая в прошлое, то есть мужья-тираны, всё вокруг неё тирания. Почему? Просто потому, что она себе ищет тех тиранов, которых не может позволить в себе, то есть она есть истинный тиран, который в себе это защемляет, чтобы быть хорошей, чтобы быть лучшей мамой для своих детей, чтобы быть лучшей женой для своих мужей, чтобы быть лучшей дочерью для своих родителей, не выпуская то, что у неё есть внутри. А по факту ей что нужно сделать? По факту ей просто нужно принять себя как истинного тирана, который хочет поорать на детей, который хочет сказать мужу, что ты вообще можешь, кроме как вот так вот себя вести. Если твоя женщина чем-то недовольна, если ты свою женщину унижаешь, кто ты есть, отрываясь на ней? То есть она своего тирана выпустить не может и ищет ту тиранию извне, которая не может позволить себе для себя. И стоит ей только выпустить своего тирана, вокруг ей уже тираны не нужны будут. И как только она позволит себе быть вот в этой тирании к самой себе, ей через какое-то время будет это уже неинтересно. Она себе это уже позволила, ей это уже стало неинтересно. И здесь она получается в своей плотности, она раскрылась, она уплотнилась. Реальность никуда не делась, она осталась такой же, но она может пойти для самой себя уже в следующую плотность себя. Она может быть в этой плотности, но она уже может в ней развернуться. Она может воспринимать эту плотность из состояния жизни, которое сейчас происходит с ней в этой реальности. С другой стороны, как? Понятно, например? То есть реальность у всех одна и та же. Она просто есть. Ее никто не создает. И вот этот вот философский бред, который очень легко говорить, сидя на жопе, да, что, ой, вот ничего не существует, есть только темнота, есть только ничего, есть только бла-бла-бла и всякая херота. Не буду утереться. Но это хорошо же говорить, это же удобно. Ты всем на жопу, вот, и рассказываешь всем, как все хорошо, как все вот бессмысленно, вот не имеет никаких смыслов. Это классно делать. А вы заметили, почему так много просветленных мужчин и так мало женщин? И как, когда я задала этот вопрос, мне сказали, ну, потому что мужчины более доходчиво объясняют. И мужчин любят смотреть. А знаете, почему мужчин любят смотреть просветленных? Потому что мужчина, когда рассказывает это, он истинно в этом. Ему хорошо об этом говорить. Он тотально в этом состоянии. А женщина нет. Потому что на женщине есть ответственность. Что такое наша планета? Это женское начало. Женское. И если женщина позволит себе сесть на жопу ровно, то мужчине больше, у него не будет ни жопы, ни мужчины. Ему нечем будет. Он что будет говорить? Только благодаря женщине мужчина может вообще просветлиться. Может быть, я сейчас говорю какие-то вещи, которые будут не очень приятны. Но, вы знаете, я бы, наверное, тоже бы с огромным удовольствием села бы куда-нибудь на великолепную скалу, где растут великолепные деревья, а внизу прозрачный океан. И сидела бы и смотрела. Но я не могу себе этого позволить. У меня есть дети. У меня есть дети, которых нужно в этой реальности, в единой реальности, чтобы они научились жить. И мне нужно им это показать. Потому что никто, кроме меня, это не сделает. И когда мы с вами начинаем разговаривать о том, что есть всё бессмысленно, наверное, это здорово, когда ты это осознаёшь для того, чтобы уплотнить себя в плотности единой реальности. Когда ты уплотняешь себя в плотности единой реальности, тогда ты можешь о каких-то вещах говорить не с позиции эмоций, а с позиции той реальности, которая позволяет тебе жить в ней, не существовать, а жить. И тогда ты начинаешь вот здесь вот что-то поделала, вот здесь вот что-то поделала, здесь познал и внедрил в жизнь, здесь взял и показал. А если мы будем с вами только сидеть и говорить, что всё это, вот всё не имеет смысла, зачем об этом говорить, если это не имеет смысла? Тогда и говорение не имеет смысла. Тогда зачем ты есть здесь, бессмысленный такой? И зачем ты несёшь бессмыслицу тем, кто не имеет для тебя никакого смысла? И я ещё раз, наверное, повторю, что всё в нашем мире настолько гармонично. и вот эти вот природные какие-то коллапсы, вот эти вот войны. Если бы, наверное, их не было, вот некому было бы по носу щёлкнуть, чтобы прийти в себя, чтобы люди понимали, насколько... насколько ценно то, что мы обесцениваем ежесекундно, либо насколько не имеет смысла то, что мы возвеличиваем. Ведь единственное, что имеет, что имеет, наверное, ценность в этом... в этой реальности, это просто мы по отношению друг к другу. И когда мы это поймём, ценность самого себя по отношению просто друг к другу, весь остальной пафос, всё остальное, вот это вот... какие-то моменты, они просто отлетят. И тогда мы с вами можем перейти в следующую плотность себя. Вот это и есть создание нашей реальности. Потому что сейчас так много говорится о том, что мир переходит в такое-то измерение, в 5D, в 25D, в 65D. Оно там вот становится таким, оно становится таким. К чему вы это говорите? Если утром опять прозвенит будильник, если утром опять кто-то пойдёт на работу, кто-то в школу, кто-то в колледж, кто-то будет так же, точно так же заводить машину, кто-то будет расчищать машину от снега, кто-то будет так же кормить своих животных, как вчера кормил, так и сегодня. Что от этого будет, когда мы будем каждый раз говорить, что куда-то мир переходит? А почему каждый раз не напоминать просто о том, что у тебя есть я, у меня есть ты? А что ещё нам нужно? Что ещё нам нужно, чтобы здесь существовать? Ничего. Больше ничего не нужно. Чтобы здесь существовать, чтобы эта реальность не растворилась, нужны просто мы. и всё. Ну что, ребятки, ну что, буду я закругляться, будем смотреть, почему у нас такая ситуация произошла на ютубе. и, ребят, сделаю ещё по пранофиту эфир, тоже будет безоплатный, чтобы вы понимали, что я там хочу донести, и там будет конкретно про мышцы, чтобы вы понимали, что, какая мышца, через какие сухожилия даёт нам познание себя. Ведь у нас, кроме нас самих, ничего нет. Мы только можем нас самих познать. И это очень здорово, когда мы можем через друг друга проявляться самостоятельно. Можно вопрос, а как будет проходить марафон? Да, Оленька, марафон будет проходить, это будет вечернее время, вечернее время, то есть утром, ну, я буду сначала отвечать на вопросы, которые будут в чате, а после того, как я отвечу на вопросы, я буду давать какую-либо лекцию про что-либо, какую-то тему развивать. Вот. И на следующий день опять там, как бы, кто, это будет все в записи, естественно, потому что они все могут присутствовать, но чтобы у всех это осталось. Вот. И кто там посмотрел, кто был на эфире по присутствию, кто посмотрел, вот, те, опять же, на следующий день зададут вопросы, лекции, то есть напишут эти вопросы, то есть напишут эти вопросы, я их точно так же зачитаю, отвечу на все вопросы, которые будут, и опять какая-то лекция. Вот. Будет в таком формате, потому что один раз делали в формате, я веду лекцию, тут же задают вопросы, это было неактуально, потому как вопросы задавались чаще всего, ну, много задавалось одних и тех же, и некоторые задавали такие вопросы, что вызвало негатив у всех остальных, потому что народу было много. Вот. Будет все в записи, у вас это все в записи останется, если не сможете присутствовать. Так же, как на депривации было. Да, 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 так же, как на депривации было, только здесь у нас времени достаточно много, чтобы я могла максимально много захватить нашего аватара. Вот. Ну что, ребятки, я вас всех обнимаю, я вас всех благодарю, что вы есть у меня. И надолго не прощаемся, конечно же. И кто еще не присоединился на Новый год к нам, то пишите, у нас там, по-моему, несколько мест еще осталось, вот потому что мы хотели небольшой компании это сделать. И по ретритам пишите. Все. Всех обняла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok